Что планируют, в общем, в России, и, конечно же, сегодня у них есть дела и в Украине. Говорит Зеленский, что РФ готовит кампанию по дестабилизации Украины, и кодовое слово у них «Майдан-3». Я, конечно, очень не верю и считаю это невозможным, что-то сделать сегодня в Украине, если даже будет идти речь о Киеве, организовать какую-то группу людей, которые, не знаю, будут против войны или против Зеленского. Я вообще-то не представляю это возможным, но все же, да, вот в России же есть планы. Что это может быть, как они себе могут это представлять, какие-то спецслужбы, может, хорошо работают, хотя смотря по тому, как они пропускают эти все атаки, да, вот подрывы и партизанов никак не могут выловить изнутри. Вроде как не очень хорошо работают. А вот касательно Украины, у них есть планы. «Майдан-3», что это? – Значит, есть ресурсы очень большие, это, в частности, вот помимо вот такого лобового, так сказать, вот этого телевизора, так сказать, громкого, который уже мало на кого работает, мало на кого влияет, потому что, ну, слишком грубо, слишком топорно, слишком противно. Вот слишком противно, так бы я сказал. Вот, есть более тонкие меры, методы, это вот так называемый «Ано-диалог», это структура, которая сейчас очень интенсивно финансируется, она не очень давно возникла, и там, в общем-то, она работает в основном по социальным сетям, это распространение фейков, и, в общем, так сказать, они как бы потоньше работают. И я попробую вам рассказать, значит, как можно попытаться уничтожить Украину изнутри. И как это делается, просто вот на наших глазах. Я уверен, что не получится, но план очевиден. Вот давайте попробуем, знаете, как в таких случаях говорят, сыграть за черных. Вот попробуем сыграть за Кремль. Что надо сделать, что, я понимаю, противно, понимаю, что у вас, так сказать, все переворачивается, но это полезное упражнение, знаете, в шахматах переворачиваешь доску, и начинаешь играть за противника, и пытаешься понять, что у него там, какой у него ресурс. Так вот, это на наших глазах же происходит. Я могу назвать несколько ходов, которые предпринимаются прямо сейчас на наших глазах, как уничтожить Украину изнутри. Действительно, уничтожить ее на поле боя оказалось невозможным. Это уже ясно. А вот изнутри можно попробовать. Итак, шаг первый. Это настаивать на том, чтобы в Украине были выборы в следующем году. Да, сегодня большинство против. Да, сегодня Зеленский заявил о том, что никаких выборов не будет и так далее. Но если постоянно вбрасывать вот эти вот... Ну, приехал один конгрессмен, который сказал, ну как же так, вот демократия, война войной, а выборы по расписанию. Ну, это один. А еще, был еще дипломат европейский, был еще... И если это все время, если еще... А есть еще и люди внутри Украины, которые тоже говорят, а почему нет? А почему? А Зеленский-то, в общем-то, засиделся, а надо же его менять, как же так? Он же неэффективен, с ним же не выиграть. И вот надо выборы обязательно. Ну, как же так? Почему? Мы же демократия. И вот если это все раздувать, то... А черт его знает. Ну, вот на самом деле, а вдруг получится? Это на самом деле смертельное ранение Украины. То есть, я не знаю, я не могу предсказать, насколько Украина в состоянии будет, если удастся сломать через колено общественное мнение, если удастся... А у Зеленского ведь довольно сложная позиция. Если он говорит, если значительная часть каких-то людей за рубежом и внутри Украины начинает требовать выборы, а Зеленский будет говорить, нет, выборов не будет, получается, что он держится за власть, и ему будут это тыкать в глаза. Вы что? Почему все за, а Зеленский против? Он держится за власть, он узурпатор. И как уже сейчас распространяется информация, что если выборов не будет, то после, значит, соответственно пропущенного срока уже легитимность у Зеленского будет другой. Вот это распространяется. Ну и я не знаю, как вы себе представляете, я думаю, что проведение выборов в условиях, когда значительная часть населения находится в эмиграции, значительная часть воюет, и поэтому не может, так сказать, принимать участие в выборах с точки зрения, так сказать, ну, участников как баллотироваться куда-то. Ну и кроме всего прочего, выборы это огромные жертвы, потому что это мишени. Люди на избирательных участках это мишени, ну и так далее. То есть здесь можно много говорить. То есть это на самом деле самоубийство. Это мы один только удар рассмотрели. А есть еще куча ударов. Есть, например, очень активная попытка, значит, рассказывать всем о том, что существует конфликт глубочайший между Зеленским и Залужным. И это тоже очень сильный удар, потому что если это умело разогревать, то в принципе этот конфликт может и начать возникать, потому что будут фейки, будут обвинения, и тут могут быть по-разному. Значит, вот распространяющаяся информация о том, что там Зеленский собирается уволить Залужного, распространяющаяся информация, что Залужный собирается, так сказать, сместить Зеленского военным путем и так далее. Вот если много, часто и разнообразно на эту тему врать, то может быть там вот этот конфликт и зародится. Это номер два. Затем постоянно распространяющаяся информация, что Офис Президента – это сплошные шпионы Кремля. Это, ну, слушайте, это просто, так сказать, вообще, можно сказать, мейнстрим. Да, то есть это кто только не говорит. Тоже хорошая история. Тоже для того, чтобы уничтожить Украину – очень полезная вещь. Есть еще целый ряд. Понимаете, я могу перечислять вот из того, что есть сейчас, огромное количество вот таких вот направлений, с помощью которых можно пытаться уничтожить Украину изнутри. Поэтому не надо, причем зачастую участвуют в этом люди, которые сто процентов не являются агентом Кремля, а это высший пилотаж. Использовать полезных идиотов, как Ленин говорил, вот высший пилотаж – это не нанимать, так сказать, агентов, и не своими руками, а использовать полезных идиотов для того, чтобы навредить противнику. Поэтому, ну, я уж не буду здесь, я просто вижу как минимум десяток направлений, с помощью которых Кремль пытается уничтожить Украину изнутри. Скорее всего, не получится. Более того, уверен, что не получится. Но мы понимаем, что навредить можно. Навредить можно. Можно ослабить Украину, ослабить ее единство, ослабить, так сказать, торпедировать, деморализовать каких-то политиков и так далее. Заставить принять какие-то кадровые решения. Тут ведь много чего. Все эти разговоры о том, что Путин лежит в холодильнике – это тоже часть этого же проекта. Тем более, когда мы точно знаем, кто это распространяет. Распространяют люди, которые прекрасно существуют в Москве, несмотря на такую оголтелую антипутинскую риторику. Любой человек, который высказывает такие вещи, он давным-давно уже сидит в тюрьме. Лет на 20. А здесь совершенно спокойно это делается. Для чего? Для того, чтобы дезориентировать, дезинформировать, для того, чтобы расслабились, для того, чтобы, ну, если Путин в холодильнике, то все, война закончится скоро. Надо только немножко подождать, когда его вынут из холодильника и похоронят. И тогда следующее правительство, конечно же… А еще есть совершенно замечательные, постоянно вбрасываемые фейки о том, что, значит, ну, все, тупик полный, значит, надо идти на переговоры. С кем на переговоры? Ну, все, это вот, это, да, сегодня, на сегодняшний момент, большинство людей, которые говорят, что, значит, не хватит бросать, значит, под пули молодежь, надо идти на переговоры. Ну, все, это вот, это, да, сегодня, на сегодняшний момент большинство украинцев против. Но если это вбрасывать постоянно, с самых разных сторон, то, в общем-то, это начинает, то есть это, причем, ну, я не знаю, людям же должно быть понятно, что речь идет о переговорах, в которых та сторона-то совершенно не собирается ни с кем договариваться, та сторона собирается уничтожить Украину. Другого варианта для Путина нет, не существует, Путин не прекратит войну, это же совершенно очевидно. Ну, вот, тем не менее, требует, чтобы, значит, были, были, то есть это что? Это, значит, надо, так сказать, сейчас остановиться, надо перестать воевать. Это означает, что западной помощи уже не будет, потому что, ну, какая помощь, если переговоры? Тогда надо оставить, в том числе, этот 61 миллиард долларов, который там завис между палатами Конгресса США, надо их, ну, как, они в Америке многим пригодятся, вот, не надо, ну, раз переговоры, раз вы мириться, собрались, все. То есть тут, понимаете, я не буду больше перечислять, потому что это, ну, есть еще направления, с помощью которых идет попытка уничтожить Украину изнутри. И я не могу сказать, что они все абсолютно безнадежны. Просто, ну, мы же зачем с вами разговариваем? Не только потому, что мне приятно вас видеть и приятно с вами общаться, это само собой. Но это не единственный, не единственный бонус. Это то, что, вот, я пытаюсь как-то это все изложить, потому что, ну, в общем, надо, ну, предупрежден, значит, вооружен. Да, разбираться нужно. Да, знание того, кто, что, зачем говорит и что в результате получается, мне кажется, это возможность предотвратить вот ту самую угрозу, которая, с моей точки зрения, существует. Она не очень велика, но она существует. Интересная тема. Я уверена, что мы еще продолжим также в следующих эфирах об этом поговорить. Это важно, это нужно. Наше дело, конечно же, отсекать вот эту всю информацию, проверять, ну, и рассказывать зрителям, да, вот, что к чему и на что нужно обращать внимание. Благодарю вас за интересный разговор. Игорь Яковенко, российский политик, медиакрыток. Дякую вам, пан Игорь. Спасибо, удачи вам, вашему каналу. Всего вам доброго. Берегите себя, пожалуйста, ладно? Спасибо. Спасибо.